Я вижу опять же реальную ситуацию, что у нас сейчас тюрьмы забиты молодыми глупыми людьми, которые сидят по 228. За минимальное количество наркотиков им ломают жизнь, их сажают на 5 лет. Это безумие и глупость. Большую часть этих людей нужно выпустить, а сажать реальных наркоторговцев. За минимальное количество личного употребления нужно перестать сажать, как это происходит сейчас во всех нормальных странах. Ну что сажать-то? Я сидел 15 суток ко мне, как это называется, заехал парень, он отсидел 5 лет за полгрома гашиша. Он отслужил в армии 2 года, после чего вышел из армии. Вышел из армии, вы, я вижу, переживаете насчет чего-то. Каждый перекладывает на себя. И вот ему сейчас 24 года, абсолютно невымышленный реальный человек лежал со мной на соседних манарах. 24 года, он под вот этим надзором, его должны ночью проверять, он никуда не имеет права уехать, ему сложно устроиться на работу. Зачем это все? Чего добилось общество, посадив его на 5 лет? Я думаю, что в условной Тамбовской области люди будут покупать траву, не только бухать водку, но и запивать ее марихуаной. Я точно не хочу сейчас выступать никаким апологетом марихуаны, я против наркотиков, это зло, с ними нужно бороться. Когда вы, кстати, употребляли? Но алкоголь, алкоголь или марихуана, марихуану не употреблял вообще. Никогда. Никогда. Но алкоголь является гораздо более опасным наркотиком, вызывающим гораздо более быстрое привыкание, чем марихуана, например. Опять же, это не то, что в пользу марихуаны, но у нас алкоголь продается везде. Просто везде. Это опасный наркотик, находящийся в свободной продаже. И в этом смысле, когда мы сажаем людей за менее опасный наркотик на 5-7 лет, то это выглядит безумием.